С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 28 января. Ежегодно в этот день отмечается Международный день защиты персональных данных. Своеобразный праздник учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, что свобода наша зависит от защищенности нашей личной информации. У родившихся в этот день 1457 год. В этот мир приходит Генрих VII, король Англии с 1485 года. Но самое важное, он был основателем династии Тюдоров. И, кстати, говорят, был не самым плохим правителем. 1611 год. День рождения Яна Гивелия, польского астронома, который смог создать первые карты Луны. Он предложил название для некоторых объектов на поверхности Луны, определил период собственного вращения Солнца, наблюдал солнечные пятна, двойные и переменные звезды. В общем, шагнул на несколько веков вперед. В 1693 году появилась на свет Анна Иоанновна, русская императрица с 1730 года. Став ею случайно, правило легко, непринужденно и без страха дворцовых переворотов. 1938 год. День рождения Леонида Жаботинского, тяжелоатлета, двукратного олимпийского чемпиона. В 1955 году родился теперь уже экс-президент Французской республики Николя Саркази, который в последнее время очень любит нашу страну. В 1968 году появилась на свет киноактриса Ольга Кабо, а в 1978-м Джан Луиджи Буфон, итальянский футбольный вратарь, лучший вратарь чемпионата мира 2006 года, многократный чемпион Италии. О событиях. 1478 год. Новгород, который был в 1138 году столицей Новгородской республики, присоединяется к московскому государству. 1521 год. Начинается так называемая Диета Червей, в которой протестантский реформатор Лютер, сегодня мы называем его инициатором реформации, был объявлен бандитом римско-католической церковью. 1774 год. Река Яек переименовывается в Урал. Мало какие реки в современной истории меняли свои названия. В русских же письменных источниках первое упоминание Яека относится к 1140 году. После подавления Крестьянской войны и казни Емельяна Пугачева в 1775 по указу Екатерины II река Яек и была переименована в Урал по названию Уральских гор. Кстати, в 1783 году все та же Екатерина II выпускает указ о разрешении заводить вольные типографии частным лицам. Правда, через 13 лет они будут вновь запрещены. По этому указу разрешалось заводить частные типографии, для чего достаточно было иметь необходимые средства и разрешение местной управы благочиния. Значение этого указа для того времени было велико. До сих пор книгопечатание и издательское дело в России носили исключительно государственный характер. Кстати, что-то подобное потом будет происходить уже в Советском Союзе, или точнее в постсоветское время в начале 90-х годов прошлого века. 1992 год. Борис Ельцин издает указ о свободе торговли. Этот документ фактически легализовал предпринимательство и привел к тому, что множество людей занималось мелкой уличной торговлей, чтобы выжить в тяжелых экономических условиях, которые были вызваны рыночными реформами. «Помню, как сейчас. Я тоже решил продать часы. Продержался час. Не продал. Часы остались у меня до сих пор». 2009 год. В Москву прибывает Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР. Событие, которое произошло впервые. В 1807 год. Лондон становится первым городом в мире, который освещается газовым светом. Идея использовать газ для освещения улиц принадлежала будущему королю Георгу IV, а в то время еще принцу Эльскому. Первый газовый фонарь зажжен в его резиденции – Картонхаус. Спустя два года газовые фонари появляются на Элмэл, который становится первой в мире улицей с газовым освещением. Кстати, в наше время подавляющее большинство из этих газовых фонарей переведено, естественно, на электричество. Однако около 1600 газовых фонарей сохранились, причем в важных с точки зрения туризма местах. 1956 год. Элвис Пресли впервые выступает на телевидении с первым синглом, который вышел днем ранее. Но еще одно событие. 1986 год. Спустя 73 секунды после взлета на высоте 14 020 метров взрывается американский космический челнок «Челленджер». Семеро астронавтов погибает от удара отделившейся капсулы с людьми об воду. В этот момент, когда в ужасе замерла вся Америка, информатор продолжает вести свой репортаж. Контроль полета показывает, что все идет нормально. Очевидно, имеются некоторые неполадки, мы не имеем связи. Мы получили сообщение, что ракета взорвалась. Мы пытаемся выяснить причины случившегося. Все происходит в прямом эфире. Весь мир тогда увидел, что даже самые современные устройства, выстраданные и построенные человеком, могут дать сбой. Да какой? А значит, нужно помнить, мы по-прежнему очень зависимы от многих факторов. И надо быть предельно аккуратным, пытаясь спорить с тем неизведанным миром, который по-прежнему окружает нас. С вами Николай Певненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова